Это программа в центре внимания. Здравствуйте! Вчера, буквально в это же время, в Севершевском районе произошла страшная авария. Мопед, которым управляла 17-летняя девушка, попал под КАМАЗ с прицепом. При выезде на проезжую часть водитель мопеда не пропустила грузовик. Девушка от полученных травм скачалась на месте. Трехлетняя девочка-пассажир получила различные травмы и была доставлена в больницу. К сожалению, это не первый случай аварии с несовершеннолетними скутеристами. За сутки в области произошло всего 5 аварий с участием мопедов и велосипедистов. О том, как избежать таких ДТП, сегодня поговорим с инспектором отделения пропаганды Госавтоинспекции Марии Завыкиной. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Вот это такие страшные сутки у нас были сегодня или это вообще обычная картина летнего дня на наших дорогах? Практически ежедневно. Летом у нас происходят аварии с участием водителей скутеров, мопедов и велосипедов. Чаще всего это дети? Примерно 50 на 50. То есть дети являются тоже чаще всего учащиками дорожного транспорта. Но вообще виновниками чаще всего таких аварий становятся дети или взрослые? Ну, становятся водители мопедов или машин? Чаще всего виновниками именно водители мопедов. Мопедов, мокиков и велосипедов. Но ввиду того, что это двухколесное транспортное средство, на нем удобнее проехать везде, поэтому еще и несоблюдение правил дорожного движения. То есть мало того, что он вообще в принципе небезопасен сам по себе, да? Да, он незащищен. Если у машины есть металлический корпус, поэтому водитель более защищен в данном плане, то тут сложнее. Но вот сейчас вообще какую скорость можно развить на мопеде? Ну, сейчас просто разных модификаций бывают мопеды. Среди метров так? Ну, километров 60 можно. Но можно и на 20 убиться, если не знать ни правила дорожного движения. Ну, большинство своих, конечно же, водителей мопедов не соблюдают правила. Чаще они являются нарушителями, поэтому договорить статистика сама за себя. Вот статистика российская говорит о том, что сейчас у нас, ну, за последние годы у нас увеличилось количество ДТП с участием мопедов и велосипедистов. У нас в области такая же статистика? Да, у нас за период 6 месяцев зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в которых один человек погиб и 68 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с периодом прошлого года, циферка выросла уже довольно-таки, ну, было 58 ДТП. Поэтому, если считать то, что водители пользуются, управляют именно данными транспортными средствами в летние месяцы, в весенние, то есть вот у нас статистика с марта. Вот первое ДТП произошло в марте. То есть в марте у нас уже выехали на дороге на мопеды. Да, поэтому за 4 месяца, вот если считать, если за 4 месяца, то каждые вторые-третьи сутки происходит дорожно-транспортное происшествие. Ну, вот вообще, сколько мопедов, говорят, сейчас больше, чем велосипедов стало? Хотя казалось нам, что велосипедистов очень-очень много. Ну, у нас очень много, во-первых, в магазинах торгуют велой и мототехникой, поэтому родители покупают своим чадом больше мопедов, поэтому, не объяснив им совершенно правила управления, то есть не понимают, насколько они сильно подвергают опасности. Со с какими лет можно ездить? Значит, управлять велосипедом можно с 14 лет, мопедом с 16. Ну, зачастую у нас дети первого класса управляют мопедами, поэтому печальная такая статистика. Сейчас у нас любой школьник практически может спокойно сесть на мопед или велосипед и выехать на дорогу. Ну, может, как-то уже пора законодательно решить эту проблему? У нас в российском правительстве, насколько я знаю, уже рассматривали этот вопрос не раз. Да, вопрос, как говорится, острый очень, поэтому... Ну, хотелось бы, чтобы было принято что-то, наконец-то, чтобы как водителям мопедов необходимо было выдавать права, точно так же, как и водителям велосипедов. Ну, вообще, как бы сейчас их прав лишить нельзя вообще, потому что просто их не выдают, да? А вообще, какое максимальное наказание может грозить? Ну, в соответствии с частью второй статьи 129 Кодекса об административных правонарушениях, управляющий мопедом либо велосипедом, который создает помехи в движении, может быть наказан в виде штрафа 200 рублей. Это если он не соблюдает правила? Если он не соблюдает правила дорожного движения. То есть, если это просто мужчина сел на мопед и поехал и не соблюдает правила? Да, то есть, даже отсутствие мотошлема, который, в принципе, может стать летальным исходом, если вдруг авария, наказывается 200 рублей. То есть, 200 рублей несравнимо с человеческой жизнью. Ну, и такой штраф не пугает? Нет, совершенно. По сравнению с водителями автомобилей, да, это совершенно. Ну, сейчас у нас штрафы начали повышать активно, может быть и здесь вырастет, конечно, штраф. Но дело в другом. Дети, которые садятся на мопеды и выезжают, их вообще штрафовать нельзя? Ну да, у нас административная ответственность наступает с 16 лет. Естественно... Что делать? Как их наказывать? Как наказывать? Ну, самое ужасное наказание – это попадание в ДТП. Но это уже потом наказание. Ну вот, как бы, если вы убили ребенка, который едет на мопеде. Вызывается она местонарушение. То есть, если ребенок нарушил, инспектор по делам несовершеннолетних, который потом проводит дальнейшую работу уже с родителями. То есть, уже родители наказываются за то, что не объяснили, не сказали. Ну, а самое большое наказание, которое может понести? Вот самое большое, вот я не знаю, если попали в ДТП по случаю, ну, вот виноват именно водитель мопеда. За нарушение правил дорожного движения пешеходам, пассажирам, либо водителям, либо иным участникам дорожного движения, к которому относятся как водитель мопеда, так и мокика, которое повлекло по неосторожности причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшему, влечет наложение штрафа от одной до полутора тысяч рублей. То есть, полторы тысячи – это самое-самое ужасное наказание. Их не забирают мопеды на штрафстоянку, ну, то есть, абсолютно никого никак, полторы тысячи – самый-самый максимум. Да. Ну, и, конечно же, в аварии, может быть, абсолютно получится… Да, ужасно. Да, ну, а вообще у нас вот на дорогах водители машин уважают двухколесный транспорт? Ну, у нас вообще культура вождения очень страдает, поэтому по большому счету нет. У нас не уважают водители двухколесного транспорта, они проезжают, они подрезают… Чаще скорее, да, они не уважают. Да, точно так же и водители автомобилей. Отвечают они тем же. Тут уже разные весовые категории, как говорится, поэтому… Ну, вот чаще всего какие нарушения бывают у водителей двухколесного транспорта? А я сама часто вижу, как идет велосипедист, едет, в общем, по дороге на зеленый свет, переезжает дорогу. Так вообще делать нельзя, насколько я знаю. Ну, это соблюдение, в первую очередь, дистанции. Пешком нужно ходить с велосипедом. Ну, вот какие основные нарушения чаще всего? Нарушения правила расположения на проезжей части, проезд перекрестка на красный свет светофора. Как они должны ехать по проезжей части? Ну, они являются водителями, они должны соблюдать те же правила дорожного движения, как водители. Но они должны ехать по обочине? Да, они должны ехать по проезжей части, ближе к обочине в один ряд. Ну, вот вообще, чтобы избежать таких аварий, что делать? Что делать? Соблюдать правила дорожного движения. В первую очередь. Не нарушать. Это, конечно, не является, говорится, стопроцентной уверенностью, что вы не попадете в дорожно-транспортное происшествие. Но, по крайней мере, снизит риск попадания в ДТП. А чтобы не попадали дети у нас вот сейчас? Ну, чтобы не попадали дети, сейчас их никак не наказывают. Что делать? У нас выходные впереди, да. Хотелось бы обратиться к родителям. В выходные дни, как и в принципе, всё лето активизируется. Работа в данном направлении очень. То есть мы, органы госавтоинспекции, проводят воспитательную работу с детишками, с родителями, именно на тему соблюдения правил дорожного движения как пешеходам, так и водителям мопеда и велосипеда. Ну и в первую очередь хотелось бы обратиться к родителям. Покупая ребёнку велосипед или мопед, объясните хотя бы элементарные правила дорожного движения. И чем чаще вы будете напоминать о соблюдении правил дорожного движения, тем можно снизить риск попадания в аварию. Мы надеемся, что эти выходные пройдут у нас. И не только выходные, и лето закончится. Всё хорошо будет у нас на дорогах. И таких подобных страшных суток, как сегодня, у нас не будет. Спасибо вам за беседу, Мария. Это была программа «В центре внимания». Мы обсуждали безопасность на дорогах. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова